Утро я начинаю с бодрящего кофе. Пью я кофе вот такой. Мне он очень-очень нравится. И, конечно же, будет служить мне позитивом. И для мозговой деятельности, чтобы мозги мои работали, буду я подкармливать их шоколадом. Я сейчас буду менять линзы. Линзы предназначены для ношения одного месяца, а потом надевать новую пару. Зрение у меня, как вы видите, минус 3. И заказываю я линзы на сайте. Сейчас вам покажу. Вот на этом сайте я заказываю себе линзы. Уже в течение двух лет я там всегда делаю заказ. Очень хорошая доставка вовремя. И они звонят, предупреждают, во сколько подъедет курьер, чтобы передать мой заказ. Их не сайт. Если кому нужно, то запишите. Хотела сказать несколько правил при одевании линз. При тем, как одеть линзу, нужно, естественно, помыть руки. Чтобы руки были чистыми. И заодно хочу показать вам, какой я использую раствор. Иногда я кладу вот такой контейнер линзы. Когда я ношу очки, я кладу в контейнер линзы и наливаю вот такой раствор. Вот так выглядит эта линза. Она немножко такой имеет голубоватый оттенок. Научилась я вставлять линзу в глаза не так быстро. Конечно, было немножко непривычно. Не получалось у меня сразу. Но сейчас я уже налопчилась. И уже могу быстренько одеть и снять линзы. При открывании упаковки линзы лежат в специальном растворе, чтобы они не засохли. Там водичка булькает. Это раствор, чтобы линзы были в хорошем состоянии. Держу я линзы в холодильнике на дверце. Хотела вам показать вот такой увлажняющий тоник. Молоко и лесные ягоды. Очень милк. Мне он очень понравился. Смотрите, я уже практически его до конца уже использовала. Так что попробуйте. Если, конечно, уже кто-то пробовал, напишите свои отзывы об этом продукте. Но мне он очень-очень понравился. У меня нет от него никаких раздражений, никакой аллергической реакции. Так что я от него в полном восторге. Хочу сказать еще маленький отзыв об этом бальзаме. Он от бабушки Агафи. Это сбор укрепляющий на основе березового настоя и масел холодного отжима. Для всех типов волос. Сначала бальзам мне понравился. Очень понравился. Мне волосы стали от него мягкие, шелковистыми. Даже блеск был. Но я разочаровался в этом бальзаме. Мне от него стала чесаться жутко голова. Плюс появилась перхоть. Так что я, скорее всего, этот бальзам больше использовать не буду. Я теперь избавляюсь от перхоти. Сейчас покажу, чем я лечусь. Теперь мою с шампунем Незоралом. Избавляюсь я от перхоти, который мне сделал бальзам сбор укрепляющий от бабушки Агафи. Но заодно вам покажу, как выглядит этот бальзам. Он имеет такой зеленоватый оттенок. Он очень густой. Его очень трудно достать из бутылочки. То есть с таким усилением нужно его оттуда доставать. Потому что он очень-очень густой. Так что я в нем разочаровалась. Больше я покупать такой бальзам не буду. Не знаю, может быть, кому-то он понравился. Если понравился, то напишите. Если не понравился, то тоже напишите. А вот крем пена для ванн. Перед сном на пяти мыльных травах и сибирской соли рапа мне очень понравился. Не только мне, но и мою мужу. То есть не вызвал у меня он никакого раздражения. Никакой аллергической реакции на кожу тоже. Так что мы этим продуктом довольны. Продукт от бабушки Агафьи. Так что будем еще покупать. Он у нас уже практически кончился. То есть надо уже скоро покупать новую бутылку. Вот этот продукт нам очень понравился. Вот так выглядит этот крем пена для ванн. Она имеет такой желтоватый карамельный оттенок. Очень хорошо она достается из бутылочки. Я попробую сейчас вам показать. Вот так она выглядит. Хочу сказать маленькую информацию для тех, кто слишком много снимает видео. Чтобы не перегружать свои папки в компьютере, рекомендую лучше переписывать все файлы на жесткий диск. Это очень удобно и комфортно. И в вашем компьютере будет много свободных мест. Вы можете записывать много файлов. Но потом, конечно, не забывайте их переписывать на жесткий диск. Если папка переполнена файлами, ни к чему хорошему это не приведет. Компьютер может зависнуть. И все ваши файлы могут пропасть. Поэтому лучше переписывайте на жесткий диск. У меня жесткий диск Hitachi. Я переписываю туда все файлы, которые я снимаю. Чтобы они у меня были и не потерялись. И там я их храню. Но в том плане, если они понадобятся, я их оттуда могу забрать и переписать на компьютер. Хочу сказать по поводу флешек. Проверяйте иногда свои флешки на антивирус. Потому что они тоже могут заражаться вирусом. И занести в тот компьютер, который вы вставляете, какую-нибудь некрасивую бяку. Так что проверяйте почаще свои флешки. Погода у нас сегодня не очень пасмурная. Солнышко у нас скрылось за облаками. И скорее всего, наверное, будет скоро дождик. Но мы не будем унывать. Мы будем танцевать. Поднятие настроения я нашла очень красивый, замечательный клип. Так что рекомендую. Посмотрите. Похвастаться своей новой покупкой. Купила я себе блокнотик в книжном магазине. Мне очень понравилось его оформление. Очень такое прикольное. Буду записывать сюда информацию, которая мне придет вдруг в голову. Ваши запросы, интересующие темы. Так что будет с чего начать и что-то новенькое сделать. И на этом я хочу закончить свое видео. Улыбайтесь чаще. И будьте вы всегда только на позитиве.